И снова я записываю, как я вам уже в предыдущем видео сказала, частями записываю болталку, потому что у меня просто перегреется компьютер, я буду это монтировать дня два. Сейчас мы разберем новости Турции. Новости я вам откровенно скажу пипец. Я думаю, что вы многое в таком, знаете, страшном варианте уже от многих блогеров. Давайте я вам в более мягком варианте все это дело озвучу, чтобы не было каких-то паник и так далее. Наши прям не могут без паники. Итак, началось все с того, что нам подняли аскорюджет и минималку зарплату. Это требовало, в общем-то, инфляции, которая у нас хоть и немножко снизилась, но все еще высокая. Все еще у нас полный пипец по ценам. И выживаем кто как может. Средний класс у нас уходит в разряд бедных, бедные в разряд нищих. Каждый раз, когда повышается минималка, цены следом всегда повышаются. Поэтому, ну, в принципе, это было ожидаемо и каждый раз случается. Поэтому разводить по этому делу панику, я думаю, не стоит. Это все все равно мы не можем повлиять. И на это нужно смотреть с светлой грустью, я скажу так. Прежде всего, из Ресми газеты. Кстати, Ресми газеты это самый надежный источник, потому что это официальная газета правительства здесь. Раньше у нас что-то 6 с лишним тысяч стоило зарегистрировать ввезенный из-за границы телефон. Сейчас это 20 тысяч. 20 тысяч, мать его, лир. То есть, умножайте на сколько сейчас. Курс лиры там какой у нас? Одна лира, вот сейчас я проверяю. 3 рубля 45 копеек. Ну вот. А если это 20 тысяч лир, то это 69 тысяч рублей. Ребят, реально проще, если вы даже на полгода здесь по туристическому Экомету, все-таки приобрести телефончик. Самый простой, самую простую мыльницу где-нибудь в Айсбире и так далее. Следом повысились цены. Во-первых, это госпошлины. На оформление всех документов повысились на 50%, кроме сбора на оформление водительского удостоверения. Повысились налоги на добавочную стоимость на 2%. Ну и точно я знаю, что резко цены взлетели на туалетную бумагу, на эти бумажные полотенца, на салфетки влажные и другие предметы гигиены. Если они повысились на эти предметы, то, естественно, нужно ждать повышения цен на отели, потому что это расходники в отелях. Следом, естественно, повысится и электроплата, и цена на газ. Цена на газ, она каждый раз, слушайте, сильно возрастает. Нам одного газового баллона хватает где-то на месяц, если это зимой, и на полтора, на два, если это летом. Потому что мало готовлю я летом. Каждый раз цена нас сильно удивляет, и она никогда не останавливалась. То есть в следующий раз будет еще дороже. Через месяц-полтора-два закажем этот баллон, еще будет дороже. Что еще увеличилось? Визовые, паспортные сборы, а также нотариальные сборы будут повышены на 50%. То есть оформление вида на жительство и так далее, и тому подобное. Ну, что могу сказать? Я надеюсь, что с ценами все поорали, покричали. И мы все пытаемся догнать, догнать цены, чтобы нормально жить. Не скажу, чтобы это сильно затронуло мою семью. Но, к счастью, мы такие счастливые. У нас, к счастью, зарплата мужа пропорционально повышается тому, что повышается аскрюджет. Неприятно многих удивило, что зарплата минимальная у мемуров, ну, госслужащих. Минималка будет 22 тысячи лир. Это, то есть, минималка. Самые такие офисные, планктон, так скажем, но на госслужбе. А выше куда? Вы представляете, сколько они получают? Мемором здесь работать очень классно, конечно. Но для этого нужно пройти экзамен, переехать в место, где ты нужен и так далее и тому подобное. Мой муж в прошлом году очень успешно сдал экзамен на мемура. То есть, ему положено было место. Он там, ну, по всей Турции сдаются что-то там 60 тысяч, что ли, человек. Он там в районе 500-600 места, ну, сверху, если считать, оказался. Он собирался бросить свою работу и так далее. Но я его уговорила остаться здесь, потому что иначе нам бы пришлось переезжать. Следующие новости, которые я бы хотела озвучить. Жара. Невероятнейшая жара. Посмотрите, какие заголовки. Джум Хариет. 45-46 градусов в тени. Это у нас Анталия. Видела из Анталии видео. 37 градусов ранним утром. Измир. 40-41 градус. Посмотрите. Мула. 49 градусов показывает. Ну, мне кажется, что там солнце немножко светит на это. Дичайшая жара. В Алании запретили шашлыки, барбекю, самовары, костры в зоне отдыха. Все, что связано с огнем. Помните, как были поджоги? По-моему, это позапрошим или прошлым летом. По-моему, позапрошим все-таки. Сейчас я думаю, что опять Милипарк там закроют у нас. И мы так и не доедем. Но такую жару, честно скажу, ехать никуда не хочется. И вообще во всех зонах отдыха, я думаю, сейчас будут запрещать мангалы, шашлыки. Странные, как обычно, новости. Периодически ко мне поступают. В Турции туристам за 3,5 тысячи рублей продают фрукты для панд и обезьян. Ну, чтобы продавать фрукты для панд и обезьян, нужно их, собственно, отобрать у панд и обезьян. А где вы в Турции вообще нашли панды и обезьяны? Вы случайно с Таиландом не перепутали Турцию? То есть даже я, когда на Рамблере перешла на эту новость, там тоже самое написано, но более длинными предложениями. То есть это вообще не новость, а такое вот, знаете, заявление. Было все для панд и обезьян, но с коммуниздили и продались за 3,5 тысячи рублей. Вот мне стало интересно, 3,5 тысячи рублей, это сколько на лиры будет? 3,5 тысячи. Это тысяча лир, но чуть больше. Какой долбоюб, простите, долбодятел. Здесь за тысячу лир, в принципе, купят фрукты, когда на каждом углу здесь торгуют арбузами по 8, по 7, уже и по 5 лир за килограмм. То есть это надо быть, не вставай, сама открою, чтобы купить. Господи, почему каждое лето какая-то странная такая херня лезет в новости? Почему их всех не запрещают? И это дело пишет Туркия Туризма. То есть, ребятки, Туркия Туризма точно доверять нельзя. Во-первых, где они нашли тут панты и обезьян? Во-вторых, здесь можно замороженные фрукты в магазинах купить дешевле. Я знаю, здесь по пляжу, вот, например, на Леди Бич нашем, туда вот, где сильно туристический, здесь у нас на Лонг Бич такого нету в основном, потому что он сильно длинный, неудобно, только если от кафе. Продают охлажденные фрукты, то есть такая вот в пластике, там, например, киви нарезанные, арбуз, туда-сюда. Ну, максимум за 100 лир можно, мне кажется, купить, потому что на 100 лир можно фруктов сейчас выше крыши набрать, самим нарезать. Поэтому вообще не поразнялась. Что за хрень? Самое противное обычно то, что вот хейтеры, которые вот сидят в Мухасрансках, которые в Турции ни разу не были, подхватывают подобные новости и пытаются вот, о боже, о боже, там продаются 3,5 тысячи рублей, там это. Кстати, насчет 3,5 тысяч рублей, и это 1000 лир сейчас. Где-то я у какого-то блогера видела, что она продукты закупает на месяц за 50 долларов. Вообще, знаете, можно ли в Турции закупиться продуктов на 50 долларов? Но это и был явный хайп. Смотрите, сейчас вот переведу. Доллары. Сейчас 1 доллар стоит 26 лир. Если взять 50 долларов, то это 1300 лир. Это вообще ни о чем. Ребят, я с Мегроса 1-2 раза в неделю на такую сумму заказываю, в общем-то, еду. Причем мы почти не едим сейчас. Я питаюсь там смузи всякими и фруктами, а муж почти ничего не ест, потому что он на саксенде. То есть, чтобы проесть в месяц на 1300 лир, нужно сидеть на жесткой диете, скорее всего, на одном хлебе и воде. Без мяса это абсолютно, потому что даже в Мегросе в том же мясо там фарш, по-моему, 300 лир за килограмм, что ли. Ну, даже если взять 1 килограмм на 1000 лир, экономить в разгар лета, когда фрукты и овощи, это все очень странно на самом деле. Я не советую верить такому. Явно, что человек не доедает на эту сумму, даже если он на жесткой диете. Ну, и, в принципе, прожить на это невозможно. Дальше, какие там новости-то были? А, вот это мне новость интересная была. Россиян обяжут отчитываться о полученном виде на жительстве или о гражданстве другой страны. Россиян, получивших гражданство в НСЖ другой страны, обяжут сообщать об этом в российское посольство в течение 60 дней. Такой проект приказа опубликовал МИД РРФ. Ну, что могу сказать? МИДу РФ явно заняться нечем и мало работы. Уведомление нужно будет подать в ДИП-представительство или консульство россиянам старше 18 лет лично или через уполномоченных, россиянам младше через законного представителя. Если проект будет одобрен, а я надеюсь, что нет, он вступит в силу с 26 октября 2023 года. Это полная жопа будет посольством. Поймите, сейчас, чтобы записаться в посольство на смену паспорта, люди ждут месяцами. А иногда там, ну, короче, через фирмы что-то так вот пытаются пролезть мне очереди. Это вот все полный абзац, потому что людей не хватает. А если каждый здесь россиянин, скажем так, начнет слать в посольство свои документы, что он получил гражданство, их же надо куда-то вбивать, что такой-то получил в НСЖ или гражданство. В НСЖ, например, туристик сейчас выдают на 6 месяцев. Каждые 6 месяцев, например, если он действительно может получать себе, надо будет эти данные вбидовать, что такой-то, такой-то, с такой-то даты по такую получил в НСЖ. Понятно, что это сделано в целях контроля миграции граждан в условиях военного конфликта, но надо будет нанимать нескольких человек, дип-представительство, чтобы они это просто забивали как-то. Здесь такое невероятное количество проживает россиян. Я даже не знаю, они реально решили открыть портал в ад, чтобы вот эти вот все-все-все начали. Или они думают, что вот все резко не пришлют им документы, и они будут штрафы потом. До этого момента, вот сейчас, о виде нажительства уведомлять не обязательно, только о гражданстве. А если еще о виде нажительства, семейном, несемейном, там будут уведомлять, это будет полный абзац. У нас же всегда, вот даже взять медицину, тысяча бумажек, 10 начальников на одного врача. Ну и здесь, видимо, так же. А вот я вам еще странные новости нашла. Глаз.ру, господи, явно написанные нейросетями. Турист из РФ отдохнул в Турции и показал странную еду за копейки. Так вот, за копейки давно в Турции еды нету. Со слов блогера Дзен-канала, в Турции огромное количество различной национальной еды. Да ладно? Да в Турции полно национальной еды? Точно не ошибся? Россиянин съездил в Турцию, побывал в одной из местных недорогих столовых и поделился впечатлениями. То есть столовых, это имеется в виду, зашел в рестораны домашней кухни. Что ему там странным показалось? Пицца с зернами кукурузы. И чё? У нас тоже бывают странные продукты, типа салы. Или чего там самые странные, по мнению моего мужа, это холодный борщ, рассольник. Это вообще он так вот посмотрел, вот тогда мама приготовила. Мама у меня на украинский манер все готовит, потому что она сама с Украины. Сало, да, мама шикарное сало готовила, царствие ей небесное, но муж не оценил. Вот это реально было странно. Зато ему пельмени очень домашние понравились. И пицца с зернами кукурузы, ну и чё? Для меня пицца странная с анчоусами, например, как там можно вообще кушать. Да, и причем сосиски попросту разложили вдоль и разложили по всей пицце. Ну чё, ленивые жопы здесь были, леним было поперек резать сосиски и разрезали вдоль. Ладно, хоть сосиски были. Не понимаю, чем еда-то странная. Дорогой мой, ты странной еды в Турции-то и не пробовал. Ты пробовал здесь, например, сэндвич с жареной картошкой. Вот это реально странное. Или сэндвич, когда в булочку макароны жареные наполняются и сверху всеми соусами заполняются. Вот это реально странное. Не каждый к этому привыкнет. А, зерна в пицце, господи, и сосиски не так прорезаны. Господь милосердный. А, самое главное-то забыла. Ты шердан тут пробовал. Вот это реально для тебя будет странно. Нечто похожее на пенис. Ой, господи. Ну, хайповые всякие фишки. Странная еда за копейки. Может быть, когда-нибудь у меня будет поменьше совести. Я тоже такие заголовки буду делать. Дальше давайте по новостям. А, вот, самое главное-то новость, которая вчера, 15-го числа, обсуждалась в Семе. Поднялась волна паники. Короче говоря, газета Милет, по-моему, сейчас ее посмотрю, напечатала статью, что Стамбул закрыт для мигрантов. Вот дословно, как это дело выглядит, как они писали. Ну, то есть, с переводом. Стамбул закрыт для незаконных мигрантов. Но вообще для всех незаконных мигрантов закрыта вся Турция. То есть, вы все должны быть легализованы. Практика отказа в выдаче вида на жительство, которая при неменялась в 10 районах. Ну, официально закрыли 10 районов. Распространилась на 39 районов. Это вот Милет газета написала. Друзья мои, как я вам раньше говорила, обращайте внимание, кто пишет. Написать должна РЕСМИ газета. Тогда это будет официально. Ну, и еще что Милет газета пишет. Те, кто сдает свои дома и принимает нелегалов в своем отеле, наказываются штрафами, лишением лицензии, а также лишением свободы. Штраф 26700 лир. Ну, и так вот, после этого всего все начали орать с ссылкой на Милет газету. А там уже дальше, знаете, как обычно, новостные порталы замкнулись. Один на одного указывает, другой на другого. Ну, типа, это будет. РИА новости подхватили. Лента.ру, Лайф.ру. Что в Стамбуле приостановили выдачу ВНЖ для иностранцев из-за растущей миграции. Да, в Стамбуле очень популярно жилье. И в этом материале, как вы видите, РИА новости уже говорит, что Министерство внутренних дел Турции еще в марте, типа, этого года объявило все районы Стамбула закрытыми. Это не совсем правда, потому что официально закрыты только 10 районов. Пока в Рейсме газете не появится, нет. Сегодня с утра, короче, появилось опровержение. Опять же, первыми постарались РИА новости об этом сказать. Сразу появилось сообщение с утра, короче, от департамента миграции Турции, что список закрытых районов не менялся за последнее время. И заявление о том, что в Стамбуле для получения в ИНЖ закрыты все 39 районов, не соответствует действительности. То есть поторопились СМИ, как обычно, и раздули хайп. Но вот это вот маленькое сообщение от Министерства миграции будет оставаться долгое время незамеченным. И вот эта волна хайпа еще долго будет гоняться по сети. Еще то, что не подтверждено, я вам скажу. Туда же со вчерашнего дня начали гнать, ну, например, председатель Турецкой ассоциации юристов Олег Ювенч Кырас сказал, что турецкое гражданство, стоимость по инвестиции поднимется с 400 тысяч долларов до миллиона долларов. Я считаю, что это правильно, даже до полутора миллионов, потому что удивительно, но выявилось очень большое количество долларовых миллионеров из стран бывшего СНГ, которые просто смылись в Турцию и начали скупать все. Поэтому есть спрос, есть и предложение. Лучше увеличить. По миграции я вам сказала еще что по ценам. Вчера вот появилось в рейс-мегазете, кстати говоря, что литр бензина увеличится на 5 лир. Но цена за проезд уже, между прочим, увеличилась. Они же с реледом не будут снова увеличивать. Опять я очень много наговорила. Как я вам говорю, болталки что-то очень длинные получаются. И в следующей части болталки я отвечу на вопросы, которые накопились у меня на канале. Из раздела тех, которые на видео офф-топы. Ну и из того, что просто в комментарии не ответишь. Увидимся на другом видео. Всем любви, добра и счастья и мирного неба над головой. Пока-пока.